Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, как работает барьер, как его выбирать, как правильно настроить. Ну и узнаем, при чем же здесь 100 долларов. Сейчас в каждом доме имеется множество бытовых приборов и все они настроены на напряжение 220-230 вольт. Если напряжение сети существенно отличается от этого значения, то наши электроприборы могут выходить из строя. Наиболее недорогим способом защитить электроприборы от перепадов и скачков напряжения является устройство защиты от перепадов напряжения, барьер или, как его еще иногда называют, реле контроля напряжения. Устанавливается такой барьер в щиток с автоматами. Но давайте определимся сразу. Автоматы функцию защиты от перепадов напряжения не выполняют. Эта функция в них не заложена производителем. Итак, почему же наше напряжение ведет себя так, что нам нужно ставить барьер? Причин множество. Остановлюсь на некоторых. Например, изменение нагрузки на электросеть всеми пользователями сети. Или обрыв провода на электроподстанции. Ну или воздействие ветра на воздушные линии электропередач. Ну и в конце концов удар молнии в эти линии электропередач тоже может их вывести из строя, привести к аварийной ситуации. Таким образом, барьер является довольно эффективным средством борьбы с перепадами и скачками напряжения. Как же выбирать барьер? Главным критерием для выбора барьера является определение его номинального рабочего тока. Чтобы узнать значение этого тока, нам достаточно посмотреть на щиток с автоматами, выбрать в одной самый главный общий автомат и посмотреть, какой ток указан на этом автомате. Вот для примера у меня автомат, на нем указан ток 25А, что и означает 25 ампер. Значит, можно выбирать барьер на ток 25 ампер. Но для того, чтобы барьер работал не на пределе своих возможностей, а имел некоторый запас прочности, я предпочитаю выбирать барьер на чуть больший ток, чем указывает нам вводной автомат. В данном случае у меня стоит барьер не на 25, а на 30 ампер. Если по какой-то причине посмотреть на ток вводного автомата возможности нет, или такого автомата нету, то выбрать барьер немножко сложнее. Но существуют методы вычисления этого значения и другими способами. Эти способы я рассмотрел в отдельном видео, ссылочку на которое вы ищите в описании сегодняшнего видео. Таким образом, еще производители, помимо токовых характеристик, предлагают нам иногда барьер с тепловой защитой от перегрузки. Не путайте перегрузку с перенапряжением, с перепадами напряжения. Это полезная функция защиты от перегрузки. Но надо иметь в виду, что вводной автомат эту функцию уже и так в себе имеет. И стоит ли дублировать, покупая барьер с такой функцией, которая у вас уже есть в автомате, или не стоит дублировать, это решать уже вам. Таким образом, мы поговорили о том, как выбирать барьер, а теперь переходим в вопрос о том, как же он работает. Вот на этом стенде у меня показана модель электросистемы обычной квартиры. Напряжение от электроподстанции подается на вводной автомат. Вводной автомат подает напряжение питания на наш барьер, и он вступает в работу. Что же делает наш барьер? Как он работает? А вот как, он постоянно определяет, не выходит ли напряжение сети за пределы нормального. А что же он считает нормальным? Это можно узнать следующим образом. На некоторых электроприборах у нас имеется надпись, что они рассчитаны на работу с напряжением 220 вольт плюс 10 процентов и 220 вольт минус 15 процентов. Вот вам и наши границы нормальности напряжения. То есть определяем 220 вольт плюс 10 процентов получается 242 вольта. Это наш верхний предел нормальности. А 220 вольт минус 15 процентов получается 187. Это наш нижний предел нормальности. То есть диапазон нормальности мы уже определили. Обычно для того, чтобы барьер работал не... и чтобы ваша аппаратура работала не на пределе возможностей, я устанавливаю эти границы чуть меньше. То есть не 242 вольта, а 240 и не 187 вольт, а 190. Что же происходит дальше? Барьер. Если определяет, что напряжение вышло за эти пределы, которые мы уже с вами определили, он отключает квартиру от электричества и ждет, когда же напряжение вернется в нормальное состояние. Как только напряжение возвращается в нормальное состояние, он включает нашу квартиру. Но он включает ее не мгновенно, а через определенное время задержки. Зачем нужно это время задержки? Нужно оно для того, что иногда бывает во время аварии на электросети напряжение скачет то вверх, то вниз, время от времени пересекая область нормального значения напряжения. И если бы барьер нам все время включал бы и выключал нашу квартиру к электричеству, наши приборы бытовые работают в очень опасном для себя режиме. Чтобы этого избежать, барьер включает квартиру только после истечения определенного времени задержки. То есть наше напряжение должно успеть стабилизироваться и побыть нормальным в течение какого-то заданного нами времени. Как только это время задержки и стекло, только тогда, если напряжение все еще нормально, барьер подключает нашу квартиру. Сейчас смоделируем вами многочисленные, многократные переключения нашей электросети туда-сюда. Вот мы включили, выключили, включили, выключили. Как видите, по вот этой лампочке наша квартира не подключена. Вот напряжение стабилизировалось, я уже не включаю его, не выключаю. Барьер отсчитывает время задержки. Вот квартира включилась. Вот для чего нужно это время задержки. Производители позволяют установить это время задержки в пределах от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Я обычно устанавливаю 10-15 секунд. Этого достаточно. Значит, как нам настраивать барьер, мы уже разобрались. Теперь вы спросите меня, а к чему же здесь 100 долларов? А вот к чему. Среди причин, вызывающей перепады напряжения, я уже упоминал удар молнии. Так вот, проблемы атмосферного электричества активно изучал и даже стал изобретателем молнии от вода, выдающейся. Американский политический деятель Бенджамин Франклин, который является отцом-основателем Соединенных Штатов Америки и портрет которого изображен на 100-долларовой купюре. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео. Интересующие вас темы, присылайте в комментариях. Спасибо. Пока.